Девушки отдыхают Ну, Мила сказала, что вам понравится именно этот С чего бы это? Говорит, что у вас вкусы сходятся Это все? Да Ну так иди работай Хорошо Дверь закрой, пожалуйста Войдите Добрый день, Евгений Сергеевич Что-то не припомню, чтобы я вас вызывал, Вадим Нет, не вызывали Но у меня есть кое-какая информация, которую я счел нужным поделиться с вами Так делитесь Вы помните, я вам говорил о визите Крыловой в НИИ фармакологии? Что-то не припомню Может, тогда вы помните о том, что она интересовалась неким Львом Брагинским? Да Да, действительно было Так что? Так вот Лев Брагинский появился в нашем институте Ну так и что У нас свободная страна Каждый ходит туда, куда хочет Это все? Пока, да Ну, спасибо, Вадим Будет еще информация, делитесь Привет, Машуль Ну, в принципе, могу, конечно Хорошо, попробую завтра Отпроситься пораньше, договорились Пока Ну, привет, будущая мамочка Эй, ты что, я доверила лучшей подруге, самой сокровенной Она по секрету всему свету? Я в отделе абсолютно одна Ты Паше уже рассказала? Нет, пока Слушай, сейчас не об этом Тут заходил Ермаков И как бы невзначай, но очень подробно о тебе расспрашивал Я, конечно, ему сказала, что у тебя все супер Но мне это не нравится От него все можно ожидать Ты что, это очень хороший знак Да? И что же это означает? Это означает, что прекрасный ученый Лев Брагинский уже вступил в бой Милаш, я тебя прошу Только будь осторожна, ладно? Не переживай, победа обязательно будет за нами Целую Здравствуйте Добрый день Что случилось? По телефону у вас был такой голос Будто бы Крылова вернулась к вам в институт с директором Мне некогда шутить Вы Предлагали бороться против них Я готов А что так? Вы же говорили, что она не ваша весовой категория Ситуация изменилась Эта стерва хочет дискредитировать мое имя в научных кругах У вас есть конкретный план? Но я об этом пока не думала Дайте мне пару дней И план будет Вы не переживайте Дмитрий Львович очень хороший специалист Я у него уже третьего рожать буду Спасибо, успокоили меня Здравствуйте Здравствуйте, Ирина А вы какими судьбами тут? По работе Налаживаем связи в мире фармакологии Ага Удачи До свидания Ирина А вы любите праздники? Маскарады, карнавалы всякие Ну, конечно, люблю А на городском карнавале тоже были? Да, там весь город был А что? Ничего Просто думаю, стоит ли в следующем году нашей фирме в таком празднике участвовать Наверное, стоит Вы извините, я тороплюсь Привет Привет Цветы, это тебе Спасибо Я на минутку Ага А это у тебя что? Да вот, ездил за продуктами Подумал, тебе тоже нужно Спасибо, конечно, но я... Какая у тебя ваза? А вот она Отлично А фильтра для воды нет Нужно поставить И сантехнику нужно сменить Не нужно ничего менять Не спорь Хорошо, я не буду спорить Я просто устала уже Устала? Нужно работу сменить Оп Все, у меня есть отличное место Виталий, остановись уже Пожалуйста Скажи, ты подумала над моим предложением? Давай не сегодня, ладно? Не сегодня Давай, а? Фух, ну, я за Машкой Кстати, она говорила, что ее завтра обещала забрать Да, да, заберу Не провожай меня Не провожай меня Не провожай меня Ну... Да, Лен Хорошо, куплю Я заеду в аптеку подорудую Скоро буду Давай Ну, ты даешь Ты полмагазина, что ли, скупила? Почти Так же вроде не положено Ничего У тебя полежит, как будто не мое Посмотри Кого ты пытаешься обмануть, а? Хотя, если честно, я за тебя очень рада Даже завидую тебе Вот завидовать мне не надо Просто выходи замуж за Виталика Рожай девочку И будут наши девочки вместе гулять Что, думаешь, не позовет? Да я видела, как ты ему нравишься Уже позвал И ты молчишь? Что ж ты за подруга такая? Когда свадьба? Я еще не согласилась Почему? Господи, ты что ж не понимаешь, что он идеальный? Он же хозяйственный, он порядочный Ты ж за ним будешь, как за каменной стеной За бетонный, Ир С ним даже не скучно С ним пресно как-то Весь такой Такой правильный Весь принципиальный Приехал сегодня, решил Кто это тут такое говорит? Кто-то еще недавно считал, что все должно быть правильно И рационально, нет? А сейчас я так не считаю Праздника какого-то хочется Непредсказуемости Непредсказуемости? Ну он был у тебя твой Незнакомец в Москве Где он? А! Я знаю Твой шеф В смысле? Он очень непредсказуемый Он задает странные вопросы Он меня нюхает постоянно Мне даже Пашка из-за этого Твоей ванилью запретил пользоваться Представляешь? К нему все равно Жена бывшая вернулась А вот Виталик Никуда не исчезает И жены у него никакой нет Девочки, давайте мы пойдем Сегодня в кафешку О, я знаю Отличное место Было бы круто Я не знаю, получится ли у меня Ладно, девочки Всем пока Пока-пока Привет Здравствуйте Как ты? Супер Я лучше всех в классе написала контрольную По химии? Да Это надо отметить Как? Садись в машину Сейчас что-нибудь придумаем Оставьте сообщение В настоящий момент Вызываемый абонент недоступен Ваш вызов переодресован Да, что ж такое Привет, Леш Привет, Виталь Слушай, Мила не на работе? Нет, давно ушла Отпросилась сегодня пораньше А что? Да нет, ничего Ладно, пока Давай, пока Ну вот мы и пришли Красивое место Ты специально меня сюда вела? У нас в пятом классе здесь был урок природоведения Мне это место напоминает Что? Маму Ты помнишь маму? Нет Только ее светлое платье И как мы гуляли по лесу Там было вот так же тихо А лица совсем не помню Ну а фотографии у вас же должны быть Нет Скорее всего, папа все выбросил Он называет ее Эта женщина Ты сердишься на нее? Нет Я не сержусь Если она приедет Я ни слова ей плохого не скажу Я ни в чем ее не упрекну Правда Я буду любить ее Только бы она приехала Вы обязательно встретитесь, слышишь? Иначе и быть не может Черт Что случилось? Я папе забыла позвонить Вот он мне сделает Я... За что? Ну он же знает, что мы с тобой вместе гуляем И не поздно еще совсем Скорее Скорее, скорее Маша, подожди Маша, подожди Где вы были? Пап, мы гуляли... Что у вас с телефонами? Мы их отключили Зачем? Виталий, послушай, мы были в кино Очень хорошо, милая, я понял Я потом с тобой поговорю Вы были в кино Прекрасно Позвоните отцу Ты могла додуматься, Маша? Ну, пап... Маша, иди к себе Пап, пожалуйста Иди к себе, я сказал! Обязательно кричать? Мила Я звонил вам сто раз Вы были вне зоны доступа Вот что я должен был думать Скажи мне, пожалуйста Ну, хорошо, тут мы виноваты Мы забыли их включить Ах, вы забыли А мозги вы не забыли включить? Ну, ладно, она глупая Потому что маленькая Но ты же... Я не собираюсь продолжать этот разговор Всего хорошего Распишитесь, пожалуйста Спасибо Привет 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 Прости меня, мила Пожалуйста Я прошу тебя Я понимаю, я круглый идиот Но что поделать, я люблю свою дочь Да это прекрасно Но ты и шагу не даешь ей ступить без своего контроля Конечно Больше все в жизни, я боюсь потерять ее Знаешь, что будет дальше? Маша перестанет тебе доверять Научится врать И вот тогда ты ее действительно потеряешь Что же мне делать? Я не знаю, но ты попробуй хотя бы поговорить с дочерью Выработайте совместные правила жизни Виталик Здравствуйте, мила Привет, дорогая милая Здравствуйте Как я рада тебя видеть Привет Как дела? Как Машка? Хорошо Хорошо Отлично выглядишь Да Спасибо А то от Леши не дождешься комплиментов Леша А давай все вместе сходим в ресторан Отметим нашу встречу Отличная идея Я как раз Лешу еле вытащила на обед Лешенька, ты же разрешишь в Миле пойти с нами пообедать? На пару часов? Конечно Вот и отлично Это очень простая идея Да какая? Я не понимаю, почему вообще... Лен, ну хватит Я не понимаю, почему вообще никто до сих пор не додумался до этого Так ты толком объясни мне, какая идея? Слушай, мы будем коннектить фармкомпании не с аптеками, а с больницами Учитывая их специфику, понимаешь, насколько это перспективно? Не совсем Но Мила потом мне все объяснит В этом я не сомневаюсь Просто поверь, это очень выгодно Я заработаю кучу денег За тебя, старик На что же ее тратить, эту кучу? Ну, мало ли Можно для компании купить остров в Атлантике Ну, тогда лучше в Индийском океане, там теплее Хорошо договорились, в Индийском океане Будем круглый год ходить в шортах, ловить рыбу и дружить с аборигенами Ты их научишь делать выгодные инвестиции А смысл? Если есть море и пальмы, зачем все остальное? Ну, а как же Венеция? Ну, Венеция Венеция – это суперприз Туда отправятся только самые-самые Старик, а ты зал новый видел? Только в проекте Так идем покажу Пойдем Мебель отлично вписалась Идем, идем Да, девушка, и вы с нами? А нам и здесь неплохо Мы с Люсей пообщаемся о своем, о женском Правда? Да Да Хорошо Люся, это прекрасно, что вы сейчас с Виталем вместе Ему давно пора забыть о прошлом И честно признаться, вам очень повезло Да, наверное Нужно только научиться прощать обиды Мы всякое с Лешей пережили Но это помогло нам понять, насколько мы важны друг для друга Вы извините, я вернусь сейчас Да, да, конечно Лена, что опять? У тебя таблетки есть? Хоть какие-то лекарства, а? Что такое? Что-то съела? Да нет, это болезнь Вызвать скорую? Вызвать Нет, Лешка, поехали домой, пожалуйста Поехали Хорошо, вас отвезут Хорошо Распорядитесь, пусть отвезут Давай, встаем Давай, давай, давай Сумку захвати И пиджак Аккуратно Тихо, тихо Что случилось? Виталич, что случилось? Лене стало плохо? Я на минутку выйду, провожу Да, да, конечно Конечно Мила Я хочу сказать, что давно не чувствовал себя таким счастливым Спасибо за прекрасный вечер У тебя замечательный ресторан, правда Спокойной ночи А подожди, подожди Ты и так не дала ответ мне на мое предложение Я понимаю, со мной нелегко, но я для тебя все сделаю Виталий Нет, я не уйду Пока ты не дашь ответ Ну, хорошо Хорошо это, да? Спокойной ночи Я обещаю, ты об этом не пожалеешь Спокойной ночи Я Евгений Сергеевич Здравствуйте У меня созрел план по борьбе с нашим общим врагом Но для этого мне нужны деньги Хорошо, о какой сумме идет речь? Пока точно не знаю От десяти до пятнадцати тысяч Что вы по этому поводу думаете? О Угу Я думаю, это приемлемо Договорились До связи Алло, Катя, привет Помнишь, ты говорила мне про своего одноклассника, который недавно вышел из тюрьмы? Можешь скинуть мне координаты этого Макса? Тебе какая разница? Тебе какая разница? А раз прошу, значит надо Спасибо Пока Мам, мам, мам Привет, как дела? Лучше всех У меня опять отлично по химии Мила, спасибо вам огромное За что? Мила, ты теперь сама во всем можешь разобраться, главное понять суть Ну я сейчас не о химии, папа ослабил свою хватку, в общем он теперь отпускает меня на день рождения к однокласснице Я очень рада Ну что, на музыку? Угу Маша, нет Нет и нет Об этом не может быть и речи, все Ну почему? Ты же мне вчера уже разрешил Потому что вчера я не знал, что там не будет взрослых, а сегодня мне сообщил об этом верен папа То есть ты специально позвонил ему, чтобы узнать, кто будет? Ой, Маша Ты понимаешь, что обо мне скажут одноклассники? Да мне плевать, что скажут тринадцатилетние мальчики и девочки, все Ты меня достал! Что? Маша, не груби отцу! Ох, Виталий, Виталий, ну я же тебя предупреждала, если ты продолжишь в том же духе, это может плохо закончится Тринадцать лет – это очень неспокойный возраст Мне кажется, ты должен отпустить ее на праздник Я подумаю, я подумаю Ну что с ней может случиться на дне рождения? Пожалуйста, пойди и скажи, что ты не против Хорошо, я с ней поговорю А у меня для тебя хорошая новость Теперь ты будешь работать в журнале «Биоорганическая химия» Что это значит? Почему? Ну, это же твой профиль Нет, почему? Я должна менять свою нынешнюю работу Ну, я просто подумал и решил, что так будет лучше и график посвободнее Никогда не нужно за меня что-то решать Да? Можно? Конечно Смотри, пожалуйста, эти тексты нужно сегодня утвердить Хорошо Мила Мне жаль, что ты увольняешься В смысле? В прямом Мне действительно жаль Ты чего ты взял, что я увольняюсь? Мне Виталий сообщил Сказал, что вы женитесь и так решили И когда он тебе это сказал? Вчера днем Точное время как-то не зафиксировал Алексей Михалыч, я никуда уходить не собираюсь Кто бы вам что ни сказал Что-то не было И я так же не знаю Наверное Уходи Ни хор И что я не знаю Это я не знаю Что-то не знаю Ни хор Максим Это вы предлагаете мне работу? Да И у вас есть для меня непыльная работа за 10 кусков зелени? Ну, пыльная она окажется или нет, зависит от вас Делать-то что? Нужно четко и доходчиво объяснить кое-что одному человеку Насколько доходчивы должны быть объяснения? И что, в конце концов, он должен понять? Не он, она Хорошо, я возьму за эту работу Отлично Обсудим детали? Девушка, постойте, пожалуйста, мне кажется, или вы следите за Машей? Здравствуйте Здравствуйте Вы не волнуйтесь, я Светлана, Машина мама Я вчера скачала одну прикольную игру, она мне очень понравилась У тебя много новых игр на компе? Много Нашние? Хорошо Когда я родила Машу, мне было 17 Виталик был нежный, ласковый, но считал меня и Машу своей собственностью Он меня просто задор в четырех стенах А я была молодая, я хотела общаться с друзьями, видеться с людьми Однажды я взяла Машку, и мы поехали к моей подружке в гости На такси, на котором мы ехали, попала в аварию Ничего страшного, никто не пострадал, но Виталик превратился с того дня в какого-то тирана Он мне не простил, мой маленький бунт, и каждый день говорил мне, что я чуть не убила нашего ребенка А как же все-таки так получилось, что вы бросили Машу? С того дня наша жизнь с Виталиком стала просто невыносимой Я стала панически его бояться Я просила дать мне развод, но он поставил условие, что я смогу уйти, только если откажусь от Маши И вы отказались Я была девчонкой, а он меня просто растоптал Он меня уничтожил Я несколько лет шарахалась от всех мужчин А потом встретила Диму У нас дочь, ей пять лет Но Машу я люблю по-прежнему Я думаю, она будет рада узнать, что у нее есть сестра Маша, хотите поговорить с Машей? Я очень боюсь Я поэтому и не решаюсь к ней подойти, ну что я ей скажу? Как я ей объясню, где была все эти годы? Боюсь, она меня ненавидит Поверьте, она вас очень любит Получается, круглый Я думаю, это будет необычно интереснее Маша Я сейчас Ну ладно, мне пора Извините, пожалуйста, я задержалась Мы просто очень долго выбирали пьезу для новогоднего маскарада Ничего, маскарад того стоит Маша, скажи, помнишь, мы говорили о твоей маме? Конечно, помню Ты все еще хочешь ее увидеть? Да Она здесь Мама Маша Мамочка Машенька Спасибо Я в машину подожду Очень Я не могу поверить Девочка моя Папе я сказала, что мы были в зоологическом музее Обманывать, конечно, нехорошо Но уж слишком много впечатлений для одного дня Потом мы ему все расскажем и объясним Помните, я вам говорила, что мне виделась в толпе мама? Помню, конечно Так, может, это именно она и была? Может быть Спасибо До свидания До свидания Леша, это ты? А что, ты еще кого-то ждешь? Лешенька, зайди, пожалуйста, ко мне Зачем? Ну, пожалуйста Ну, пожалуйста Что? Рад, что тебе уже лучше Леша Леша Я считаю, ты абсолютно правильно поступила Очень хорошо, что они встретились Только как об этом Виталию сказать Представляю, какой будет скандал Ну, ничего Скоро вы поженитесь Никаких поженитесь Ну, почему? Ты себе не представляешь, как я от него устала Он меня просто замучил Он говорит мне, как жить, что есть, где работать Он собирается менять мою сантехнику Так, так, так Кого-то это мне очень сильно напоминает Как же вы так долго меня терпели Да просто мы тебя очень любим А Виталика ты не любишь В этом проблема Привет Привет Маша, у тебя? Маша Ее здесь нет Привет Черт Маша пропала На звонки не отвечает У подруг ее нет Я не знаю, что делать Что опять произошло? А ничего не произошло Ты ее привезла Мы сидели и ужинали Начали говорить Об этой женщине Ты имеешь в виду Светлану? Что? Ты Откуда ты знаешь ее? Будем надеяться, что Маша у нее Что значит Маша у нее? Что происходит? Алло Светлана, добрый вечер Скажите, а Маша не у вас? Что значит Маша не у вас? Что происходит? Я Да Да Плохо Хорошо, хорошо Мы, да, мы сейчас приедем И вас там подберем Поехали Откуда ты ее знаешь? Ириш, ты тогда домой, ладно? Да, да, хорошо Объясните мне кто-нибудь, что происходит Поехали, я по дороге все объясню Ну, пожалуйста Что ты ей сказала? Где моя дочь? Успокойся, пожалуйста Мила, давайте подумаем Куда она могла пойти Может у нее есть какое-то любимое место В городе? Ну, конечно Конечно, я знаю, где она может быть Поехали, только Я сама к ней пойду Лишь бы она там была Ты что не понимаю? Ты знаешь, что тебя все ищут? Мне все равно А можно узнать, что случилось? Я не вернусь домой Почему? Он мне врал Он все время врал Он говорил про маму всякие гадости А она самая лучшая Ну, 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 малыш, тише, тише, тише Не плачь Давай, ты успокоишься И мы поедем домой, ладно? Я же сказала, я не вернусь домой А что ты будешь делать? Так и сидеть тут Я хочу к маме Пойдем-ка со мной Куда? Пойдем, пойдем Мамочка Не трогай ее Дочка, доченька Отпусти меня Что ж ты творишь? Я весь город на ноги поднял Не ори на меня Я тебя знать не хочу Мамочка Маша Маленькая моя Все, все, все Все будет хорошо Слышишь? Маш А поехали к нам Я тебя с сестренкой познакомлю А? Угу Если ты не против Мамочка, мне все равно, против он или нет Я тебя так ждала Мамочка, забери меня отсюда, пожалуйста Я больше так не могу Прости меня, детка Прости Делайте, что хотите Ну, пойдем Пойдем, все будет хорошо Все, все Сейчас поедем Не думаю, что нам по пути Мне говорили, что сегодня будет терроризм Вот, смотри, сейчас не на упадет Давай догадывать желание Волшебное печенье Волшебное печенье Впереди печенья Испытайте судьбу Спасибо, я уже испытывала Не понравилось А вы попробуйте еще Не сдавайтесь И что, опять бесплатно? Ага, берите Спасибо Ну, спасибо Пожалуйста Печенье Печенье Спецсказания Испытайте судьбу Волшебные печеньи Испытайте судьбу Послушайте, у вас что, во всех печеньях одно и то же? Нет Вероятное совпадение мизерное Волшебные печенья Ясно Значит, у меня опять эксклюзив Ну, наконец-то Сколько ждать-то можно уже? Что ты здесь делаешь? Чем я ожидал? Объяснений твоих жду Извинений Ты что, в таком виде за руль сел? В каком? Нет, меня машинка привезла Какая машинка? Белая Какая-то красивая Какая-то красивая Сейчас, сейчас, сейчас Подожди Пусти меня, пожалуйста Мне больно Какого черта ты влезла в мою жизнь? Мне плохо От меня Машка ушла К этой матери своей Ты из-за меня замуж выходить не хочешь Что мне делать, ну? Пожалуйста, давай мы завтра с тобой во всем поговорим, ладно? Ладно Да хоть послезавтра Мне не нужны твои подачки Ты поняла? У меня тоже есть Гордость Гордость Лариса? Да А где Мила? Не знаю, я сама жду Да Вот это мне очень хорошо Катерина Да Милу не видела? Нет Я думала, вы куда-то отправили Я не отправлял Спасибо Виталий, привет Извини, что беспокоил Виталий, привет Извини, что беспокоил Мила с тобой? Просто она на работу не пришла И телефон ее не отвечает Нет, не со мной Я же вчера такой скандал и чинил Фух ты, черт В общем так, я сейчас еду к ней Я тоже еду Опа Чинить Мила, что с ней? Ага. Алло. Скорая? Срочно приезжайте. Человек без сознания. Ой, здравствуйте, Алексей. Вы были там? Как она? Врач сказал, все хорошо. Серьезных травм нет. Сделали ей какой-то укол, еще часа два будет спать. Ну, слава богу. Ира. Да? Я спросить уже давно хотел. У вас духи были такие, необычные, с ароматом ванили. Я везде искал, ничего подобного не могу найти. Как они называются? А, теперь понятно, чего вы так вынюхивали. Только вы зря ищите. Это же милашное изобретение. Оно в единственном экземпляре. Там, кроме ванили, еще штук семь каких-то компонентов. Она в жизни не признается, какие. Вот я тупица. Ну, я пойду. Ага. Да, Катерина. Алексей Михайлович, Крылова так и не появилась. Что делать с презентацией? Ничего не делать, пока Людмилу из больницы не напишут. А что с ней? Ее избили. Напали в собственной квартире. Алексей Михайлович, я, кажется, знаю, кто на нее напал. Так вот, почему ты никак не можешь выздороветь. Зря ты бросила театральный. Звездой бы ты, конечно, не стала, но роли стерф у тебя получались бы отлично. Сволочь, гад! Хватит! Это ты во всем виноват! Хватит! Я все знаю! Полиция уже едет сюда. Иди, оденься. Лена! Лена! Стой! Да ты сумасшедшая! Отпусти меня! Я же любила тебя! Тихо, успокойся! Все! Милаш, осторожненько. Вот так вот не спеши. Ириш, я вполне могу идти сама. А мне приятно за тобой ухаживать. Итак, я продолжаю. Бандит этот, Максим Бочкин, сейчас в СИЗО, а оттуда прямая дорога в тюрьму. А Лену забрали на психиатрическую экспертизу. Зачем? Ну как это? Посуди сама, Милаш. Человек специально провоцирует себе язву. Терпит какие-то адские боли. И все ради того, чтобы удержать рядом человека, которому даже не нужен. Ну знаешь, если Лена терпела все эти испытания ради любви, ей можно только посочувствовать. Можно, но не нужно. Боже мой, да какая любовь. Истеричная, капризная девица решила вернуть себе старую игрушку. Все. Я уверена, что то, что она вытворяла, в психиатрии имеет четкое определение. И мы его скоро узнаем. Мне все равно ее жаль. Ну хорошо. Твое право. Мне вот абсолютно нет. Кстати, Лена сказала, что оплатил нападение на тебя Ермаков. Представляешь? Ну он, конечно, не признается, но я надеюсь, его удастся к стенке приставить. А кстати, что там Брагинский? Боже, я совсем забыла. Он таки предоставил доказательства плагиата Ермакова. Теперь нашего бывшего руководителя даже в лаборанта никто не возьмет. А как там Маша? Маша отлично. Виталик разрешил ей с мамой общаться. Ой, это хорошо. Кстати, Ириш, ты говорила, не будешь пользоваться моим ароматом ванили? Принесешь как-нибудь, а то я соскучилась. Да я же его в сумке все время ношу и забываю отдать. Вот, держи. Спасибо. Ты знаешь, мы с Пашей решили дочку Людмилой назвать. Тебя как? Ну, наконец-то ты нашелся. Ну, это еще вопрос, кто нашелся. Почему это меня совсем не удивляет? Как же я вспоминал этот поцелуй с ароматом ванили? КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok